Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня среда, 31 августа, и мы с вами прочитаем отрывок из 2-го послания апостола Павла Коринфянам, 3-ю главу, с 4-го по 11-й стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица Его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа. Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами читать второе послание к Коринфянам. Как я и сказал, вот в этой вот части, с конца второй главы по где-то шестую главу, мы находим самые интересные, глубокие, тонкие мысли апостола Павла, именно богословского характера. Потом уже, может быть, в второй части послания больше будет практических каких-то советов, рекомендаций Павла, в том числе связанных с сбором пожертвований, то есть, скажем, более такой земной частью жизни церкви. А вот здесь мы видим великолепные образы, великолепное богословие, чисто в Павловом стиле, где он, как всегда, говорит о преимуществе Нового Завета, о преимуществе того времени, которое открылось с пришествием Христа. Вот он и пишется с четвертого стиха. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам быть служителем Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Знаменитая мысль апостола Павла о том, что закон только может идентифицировать преступления. Закон только лакмусовая бумажка. Он человеку показывает, где неправда, где зло. Он человека провоцирует иногда, потому что запретный плод всегда сладок. И в конце концов он наказывает человека. Человек, непреображенный в своей греховной сути, в своем греховном состоянии, не может выполнить закон. Получается, человек обречен, когда встречается с законом. Эта мысль постоянно скользит во всех, по крайней мере, самых таких фундаментальных посланиях апостола Павла. И здесь то же самое. Буква убивает, буква закона убивает. Она ничего не может дать человеку положительного, кроме указания на то, что это плохо, нельзя так делать. А человек по своей греховности все равно делает, и буква убивает в конечном итоге. Конец всему этому все равно смерть, казнь человека. А вот дух животворит. И здесь как раз Павел в этом пишет, что он дал нам, апостолам, быть служителем нового завета. Не буква вот этой, которая убивает, но духа, который животворит. Потому что Христос изменяет человека изнутри, делая его способным выполнить постановление закона. Причем уже не только формально, по факту, но даже внутри себя человек уже не желает ничего противного закону. Ну, мы не так давно говорили с вами о послании к римлянам, о 13 главе, где как раз было сказано, что любовь – это и есть исполнение закона. Потому что любящий ближнего никогда не делает ближнему зла. Все очень в этом смысле просто. Чем больше мы во Христе, чем больше Христос живет в нас, да, как Павел говорил в послании к Галатам, не я уже живу, но живет во мне Христос. Или мы имеем ум Христов, помните, в первом послании к Коринфинам. Так вот, чем больше мы в этом состоянии находимся, тем глубже мы в него вошли, чем больше в нас действует дух, и мы, соответственно, являемся вводимыми духом святым, тем в большей степени мы являемся уже новозаветными людьми. И мы исполняем закон, поскольку он исходит, это исполнение закона, точнее, исходит из нашего сердца. Это потребность нашего сердца – делать хорошо, делать добро, нести любовь, нести свет. Причем даже если это нарушает иногда формальные какие-то постановления закона. Вспомните самого Господа, да, он ради любви исцелял больных, он позволял ученикам в субботу растирать колосье, да, то есть нарушать формальный закон. Так же, как он сам исцелял больных в субботу, тоже формально нарушая закон, потому что заставлял, так сказать, больных, допустим, поднимать свою постель, свой одр и нести ее, да. То есть формально Иисус Христос где-то в чем-то мог быть нарушителем закона. Но не Божьего, конечно, уже закона, а закона, составленного людьми, человеческих преданий. Поэтому любой закон, он, даже если очень хороший, все равно человек спасти не может. А кроме того, есть множество законов, которые человек уже придумывает чисто по своей человеческой ограниченности. А иногда даже, к сожалению, мы знаем, что такое бывает, законы придумываются уже даже и не на пользу, и не исходя из здравого смысла, а может быть даже наоборот, чтобы человек в определенном направлении, что называется, подтолкнуть, в каком плане, да, сделать его жизнь в чем-то, может быть, более сложной. И ради чего? А ради того, чтобы он эти сложности преодолевал, ну, через определенное мездовоздаяние, да. Но мы все это прекрасно знаем, все это прекрасно понимаем, скорбим иногда по этому поводу, но ничего не поделаешь. Если человек руководствуется греховными побуждениями, то он и закон поставит себе на службу. Вот в чем еще один минус закона, понимаете, братья и сестры? Потому что закон всегда можно повернуть так, как удобно. Кажется, что он вроде незыблем, фундаментален, но стоит написать несколько поправок, определенным образом пересмотреть какие-то моменты, и получится, что закон будет работать на руку, причем на руку не очень порядочного, не очень честного человека. Он будет, может быть, обогащать нечестно этого человека. А вроде бы все будет по закону. Поэтому, братья и сестры, закон никогда не может изменить человека. И неправильному человеку он еще может и подыграть, сам того не желая. А вот внутреннее преображение, вот в этом смысл христианства, в этом смысл нового завета, именно нового, помните, да, новый завет – это кини диафикке по-гречески, да. И смысл слова кини – кинос, новый, да, в отличие от другого греческого слова неос. Неос – это просто хронологически новый. Ну, новую рубашку купил, старая износилась, купил новую. Ну, качественно они мало чем отличаться могут, да. А вот кинос – это, значит, новый в своей сути, то, которого никогда еще не было. Что-то пришло, чего никогда не было. И вот это то, что никогда не было – это сам Христос, который преображает нас изнутри. Бог становится человеком, чтобы человек стал Богом. Вот что происходит через Христа. И, становясь обоженным, человек, конечно же, уже становится, с одной стороны, исполнителем закона, а с другой стороны, независимым от закона, потому что он уже под благодатью, как пишет Павел в послании к римлянам. И далее апостол Павел продолжает свое сравнение. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сына Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева в причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа. То есть Павел напоминает о том моменте, когда Моисей получил закон Божий, и спускаясь с горы Синайска, его лицо имело такое свечение, такой свет, такое сияние, что он вынужден был закрывать его покрывалом для того, чтобы не ослепить своих сородичей. Но здесь, смотрите, апостол Павел немножко по-другому трактует, он немножко переворачивает смысл тех событий. Смотрите, сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева, по причине славы лица его приходящей. То есть Павел обращает внимание на другое, не то, что лицо Моисея светилось так сильно, что ему приходилось закрываться. Нет, оказывается, была еще и другая причина. Дело в том, что, по мнению Павла, через какое-то время лицо Моисеева переставало светиться. То есть, как бы сказать, сияние от божественной благодати оставляло его. И он все равно вынужден был прикрывать лицо. Почему? Да потому что люди думали, что свечение, сияние все еще сохраняется. И Моисей тем самым как бы вводил их в заблуждение. Он видел, что оно заканчивается. Здесь написано, слава лица его приходящей. Оно заканчивается, свечение, сияние его лица. Что делать? Сейчас, если он сняет покрывало, люди увидят, что лицо больше не сияет. А значит, подумают, что уже все время закона истекло. Моисей понимал, что это чревато некими последствиями, не впадением в какое-то беззаконие. И поэтому он не раскрывал людям тот факт, что его лицо уже не светится. Вот так апостол Павел, как бы сказать, интерпретирует по-своему немножко эти события, этих и заветной истории. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, в третью главу с 4 по 11 стихи. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключена великая отрада, и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Слово Божие, Господь. Оля Слово Божие, Господи. Слово Божие, Господь.